На свете много интересных людей, но очень часто самые интересные люди всегда рядом. Нужно просто обратить на них внимание. Например, мой папа. То, что он художник, знают многие. И даже многие знают, что его зовут Мансур. А вот какой он человек, наверное, я не знаю всего о нем. Пусть лучше он обо всем расскажет сам. Мою профессию очень сложно назвать. Художник, да художник. Живописство меня назвать сложно, потому что я живописью мало занимаюсь. То есть в основном я занимаюсь преподаваемым искусством дерева. Но иногда занимаюсь и графикой, иногда и живописью занимаюсь. Иногда и оформительским искусством занимаюсь, как бы дизайнерской. Это учился я в Кемеровском художественном училище. Первый выпуск 76-го года. Ну, первый выпуск. Набирали народу много. Потом отсеивались. Народ был в основном взрослый уже. Люди пошли, которые уже знали, зачем, куда, кто. И в основном вот из первого выпуска, первого, второго, где-то третий выпуск. Сейчас самые такие художники, которые в союзе художников. Это в основном вот первый, второй, третий выпуск. Остальных, вот это не видно, куда-то они делись. Каждый год выпускают училища, но они теряются, не появляются новые кадры. А в основном вот все, вот Женя Щербинин, председатель Совета художников, сейчас он первый выпуск. Саша Макеев, он второй выпуск. Вася Фоломкин, первый выпуск. Андрюша Дросс, по-моему, третий выпуск. Вот там еще... Вася Пономаренко, это первый выпуск. Ну, в основном вот такие ребята, вот первый, второй выпуск. Которые выставляются, работают серьезно. Зеркало, история старая. Зеркало, когда я делал иконостас, отцом Владимиром мы работали, как раз на религиозную тему. И мне пришла эта идея грехопадения. Вот, и она связана еще с этим, с высказанными, Якова Бемюр, монаха, который высказывал, что Адам уже нарушил тем, что увидел свое отражение в зеркале. Это как бы получается двойной грех. Ну, и я, у меня идея-то развелась, потом она где-то валялась, как бы в черкушках, потом она валялась в картоне. Но время прошло довольно-таки давно. Потом я ее реализовал, она вот висит, как бы уже реализованная. И вот то зеркало, вот, как бы, которое стоит. Это было, как бы, мне вообще нравится модерн. Это как бы воспоминания о модерне. И, как бы, стиль модерн. Я, как бы, вроде пытался передать это состояние модерна. А то, которое зеркало дальше висит. И это я в последнее время начал со временем, как бы, работать. Или не работать, а... Ну, это, как бы, хранители времени. Хранители времени. Драконы, которые... Здесь, как бы, многоплановая, получается, ситуация. Зеркало, которое отражает, как бы, считывает с нас временные слои. Как бы, мы молодые, потом взрослеем, стареем. И, как бы, если вот представить, что зеркало, как бы, оставляет эти следы. Это уже, как бы, это сохранение времени. Драконы, которые время охраняют какие-то такие существа. И время, которое отсчитывает, будильник тот же самый, которое отсчитывает наше, как бы, пребывание на этой земле или в это время. И, в итоге, лавровый венок такой, ну, может быть, он, может быть, и дубовый, может быть, и еловый, в зависимости от того, как человек прожил свою собственную жизнь. Вот. Ну, и все. Такая идея родилась, а потом, вот, вроде как, осуществилась. И еще о времени. Вот время. Называется работа, как бы, цикл жизни цветов. Ну, это, можно сказать, как бы, и жизнь моя. Сначала молодой, веселый, кудрявый. Потом встревоженный. А потом уже облетевший, грустный. Здрасте. 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 А ты че? А я че? А тебя кто звал? А я сама пришла. Ха-ха-ха. Знаешь, какой люстр делаю? Показать тебе? Показай. Показай. Это на зал? Да. А плафоны у тебя есть? Вот. Вот. Вчера заходил в магазине по 71 рублю к один плафончик в стране. Вот надо будет, наверное, купить. Хорошие такие, как цветочек, плафончики. Надо еще вточить будет под плафоны. Под плафоны штучки. Если я пока не буду ждать, дай сейчас пихать. А то потом не вылезет. А потом не вылезет. А это? Цветом каким будет люстра? Ну, как заморочить? Темная, поддарих. А тебе получится, чтобы она там, допустим, в глубине была потемнее, а наружу посветлее? Получится. И все получится. А это такие, как цветочки? Беленькие. Как и греи, что ли? Плафончики? Ага. Я здесь вот делаю такие чашечки, которые как лепестки раскрылись. Чешелистики. Чешелистики. И потом как будто цветочек раскрылись. Вот. Молодец. Ну, это не скоро. Это потом. Чего? Это кто? Двозник. Отчего? Это? Папашка. Нет, это панк-рок. Молодой человек. Молодой человек панк, который занимается роком. Молодой человек. Продолжение. Молодойец. Папа. Папашка. 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 Поехали. а как сегодня вообще живется художнику новых условиях плоховато заказов мало партия не заказывает и наглядно агитации нету живопись она как бы тоже много не купишь 1 2 работа купили вроде как я же не съешь не потеряешь вот так иногда бывает но в основном стало хуже новых условиях потому что может быть еще народ не осознал или даже не народ я сказал просто народу нет лишних денег чтобы заниматься искусством покупать живопись как копить живопись или там искусство в основном деньги уходит на хлеб насущность она все остальное как бы уже и не хватает ты думаешь именно поэтому сейчас мало выпускников художественного училища становятся художниками не только из-за этого но и из-за этого тоже потому что я сколько раз встречал даже вот как-то но мои ученики которые когда я училище работал выпускница это заходил в магазин смотришь девчонка знакомая продает продавцом работать или еще чего-нибудь меняет профессия потому что ну на этом прокормиться очень сложно на искусстве поэтому как-то люди и стараются найти себе хлеб насущный или надо здесь это какой-то на какой-то поток становиться чтобы деньги были счет когда выполнять какие-то поточные работы там допустим а так как бы творчество мало кормит в основном это вот какие-то такие вещи которые на потребу что ли это даже даже тоже живопись а стали как бы продавать такую конъюнктурную которая как бы рыночную чтобы время мало занимала на изготовление и так смотрелось как бы салон на тогда ее покупают это вещь творческая такая серьезная во первых за нее надо хорошо платить то не каждый заказчик можете позволить во вторых уходит учу времени а результаты как бы 0 отсюда и выходит что творческие работы в основном они и пылятся по мастерским то сейчас дождик шаг шандарах нет нам с тобой мы не добежим до мастерской а 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